Многих удивило, что в моем английском университете лекции занимают всего 20% учебы, остальные 80% мы учимся сами. Давайте покажу вам на примере модуля по нейробиологии, как эта система выглядит на самом деле. На учебную платформу выставляют материалы, с которыми надо ознакомиться до начала лекции. Вот, например, 20-минутный урок, на освоение которого уйдет часа 2. Далее ссылки на главы книг, которые тоже лучше прочитать перед уроком. На саму лекцию я уже иду подготовленное и понимаю каждое слово. Преподаватель уже более углубленно погружает нас в тему. Лекция длится 2 часа. Далее нам предоставляют запись лекции, чтобы мы могли еще раз все переслушать, законспектировать. Ты можешь ставить на паузу, листать слайды и даже читать транскрипт. После лекции маленький тест. Опять же, полноценная литература. И в итоге работа после лекции около 6 часов. Вот и получается, что по одной теме всего 2 часа лекции, как минимум 10 часов самостоятельной работы, а то и намного больше. Помимо этого, 2 раза в семестр у нас есть туториал, где мы в маленьких группах разбираем материалы. И один раз в семестр мы ходим в мозговой банк, где проходят материалы на примере реального мозга. По-моему, такая система намного интереснее и эффективнее, чем если бы мы просто ходили на бесконечные лекции. А вы как думаете?